Приветствую вас, давайте попробуем разобраться в вашей проблеме, давайте попробуем посмотреть, что там происходит и пытаемся найти с вами пути вы себя, пути решения ваших проблем. Итак, мне хочется делиться и рассказывать о своей жизни, пишите вы, поэтому я создаю свою страничку в Инстаграм. Мне 25 лет и полтора года я уже в декрете. Вера, скажите, пожалуйста, вот с какого момента, с каких пор вам хочется делиться своей жизнью? Зачем вам это хочется делать? Почему вам хочется делиться своей жизнью? Что вы, условно говоря, этим пытаетесь добиться, что вы, условно говоря, этим пытаетесь для себя решить и так далее? Вот. Значит, для чего вы этим занялись? вообще попыткой как-то вот делиться своей жизнью, да? Это первое. Второе. Вот то, о чем вы пишете, что хотите рассказывать о своей жизни. Тоже важный момент. Зачем? Для чего вам рассказывать о своей жизни? Чтобы получить обратную связь, конечно же. А какую обратную связь вы хотите получить? Зачем вам эта обратная связь? Что она вам дает такого, чего нет у вас? Подумайте об этом, пожалуйста. Подумайте об этом, пожалуйста. Далее. Вы пишете, что проходит время, наступает плохое настроение, и я все удаляю. Давайте здесь разбираться. Проходит время? Какое время? Какое время? Сколько именно времени проходит, прежде чем у вас начинается вот это вот самое плохое настроение? Почему у вас появляется плохое настроение? Вы ожидаете, что люди вам как-то быстро начнут давать обратную связь, или что? Почему вы считаете, что люди должны вам давать обратную связь вообще, и почему вы считаете, что люди должны это делать быстро? Это первое. И второе. А если вы чем-то делитесь с людьми в инстаграме, то в первую очередь вы делаете это для кого? Для себя или для них? Понимаете, если вы делитесь чем-то, то в первую очередь это должно нравиться вам, а не кому-то другому на самом деле, чтобы вы делитесь чем-то с людьми для того, чтобы они вас оценили, то нужно, чтобы вы делились именно тем, что интересно им, а не тем, что интересно вам. Потому что то, что интересно вам, для того, чтобы то, что для того, чтобы то, что интересно вам стало интересно и нужно время. Нужно время и ваше упорство, что у вас появились, так сказать, единомышленники, а вот так с радостью быстро не получится. Но важно здесь немножечко даже другое. Важно здесь то, почему вы вообще решили людям рассказывать то, что интересно вам, например. То есть зачем вы это делаете? Это важно, а не то, что вы удаляете. Потому что удаляете вы опять не для того, что не получаете обратную связь в ответ на свои какие-то проявления. А обратное связь нужно для того, чтобы получить то, что вам нужно. Либо, например, подтвердить, что вы, допустим, значим, например, подтвердить, что вы, допустим, ценный и так далее. То есть вариантов, возможно, здесь довольно много, но, тем не менее, определиться с этим нужно именно вам. Дальше. Мне кажется, что я занимаюсь ерундой, в то время как другие не работают на публику, а занимаются делом и достигают успеха. Ну, давайте сразу подумаем так. Так, чтобы работать на публику только, и чтобы добиваться успехов, нужно быть популистом. Нужно быть человеком, который очень хорошо, и я бы даже сказал, наверное, идеально знает то, что любят, хотят люди другие. Но это искусство. Это нужно изучать. Вот так вот, прям, просто и быстро, вы этому не научитесь. То есть если вы хотите действовать только на публику, если вы хотите, чтобы именно на вас как-то была реакция, то нужно именно, чтобы вы все-таки ориентировались именно на других людей, а не на себя. Для этого нужно изучать их интересы, для этого нужно изучать их взгляды, для этого нужно изучать то, что их интересует, ну и прочее, 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 прочее. Понимаете? Вот это, пожалуй, то, что вам нужно понять. Либо, либо вы делаете только то, что вам интересно. Что вам интересно Не другим Не другим А именно вам Понимаете Вот то, что вам интересно То вы и делаете И все И не важно, кто там реагирует, не реагирует Смотрит на вас и смотрит и дай далее Вот это действительно важно Это действительно ценно Это действительно то, что вам нужно делать Если вы хотите получить определенный успех в своей деятельности, и это то, что на самом деле привлекает людей, людей привлекает не столько то, чем вы занимаетесь, сколько то, как вы этим занимаетесь, понимаете. И даже популисты, в моем примере, это люди, которые как бы заботятся о других, это люди, которые как бы делают что-то для других, понимаете, но если вы делаете что-то для себя, то делайте это именно для себя, а реакция других людей это всего лишь бонус, совершенно необязательный бонус на самом деле, а для вас он обязательный. Возникает опять же момент, вам нужно внимание, для чего? Чтобы внимание вас определяло. Как вы хотите, чтобы внимание вас определяло? Чем оно вам должно определить? Чего вам не хватает? Чего вам не хватает? Вы же не просто так в внимании хотите. Вы же не просто так в признании хотите. Правильно? Вот. Дальше. Вы пишите. Я понимаю, что... А, да, да, еще. Вы обесцениваете себя. То есть вы говорите, Мне кажется, что я занимаюсь ерундой, в то время как другие не работают на публику. Вот то, что вы говорите, что вы занимаетесь ерундой, это, знаете, то есть такое, честно, довольно тревогное ладончик, потому что, ну, объективно, объективно, никто не занимается ерундой. То есть совсем никто вообще. И любое занятие, как ни было, оно достойно. И если вы считаете, что вы занимаетесь ерундой, то вы обесцениваете себя, не принимаете себя, а это всегда чувство вины. Вот и давайте подумаем, перед кем вы, ну, вовольно чувствуете свою вину. Перед кем и почему? Вот. И что мешает вам себя любить? Что мешает вам принимать себя вот такой, какая вы есть именно на сегодняшний день? Это тоже очень важный момент. Далее, я понимаю, что я ничего из себя не представляю и ничего не добился в 25-ти годах. Опять же, ну, предположим, предположим, вы действительно ничего не добились. Предположим, что вы действительно ничего из себя не представляете. А откуда появляется такое ощущение? Откуда появляется такое представление? Откуда? Ответ на ваш вопрос включается именно в том, что такое представление происходит из-за разницы, из-за различий в том, что вы считаете ценным, правильным и тем, что у вас реально получается. И вот здесь ситуация следует, что либо вы снижаете к себе планку, ну, делаете ее менее высокой, и тем самым как бы ставите себе более, ну, такие приемлемые цели, более приемлемые задачи. Либо вы просто-напросто отознаете для себя, что для вас ценно, реально, и делаете именно это, то, что для вас ценно, то, что для вас действительно важно. А то, что вы говорите сейчас, то, что вы говорите, что вот я ничего из себя не представляю, спасите жалость к себе и все, но она, эта жалость к себе, она вам ведь ничего вообще-то не дает. И вопрос здесь заключается именно в том, в какую сторону вы хотите двигаться, понимаете? Вполне возможно, что ваши мысли о том, что вы ничего из себя не представляете и связаны с тем как раз, что, в общем-то, вы не делаете того, что считаете правильным, например, и нужным. Вот отсюда, может быть, и идут все ваши проблемы. Но тогда почему вы этого не делаете? Что мешает вам это делать? На мой взгляд, это очень важный вопрос. Потому что, если есть блок какой-то, то этот блок нужно как раз-таки определить, ибо он сам по себе просто не взялся. Он откуда-то у вас появился, и это может быть так, как вам сказал мой коллега, что это может быть из детства, но, может быть, откуда-то еще, и с этим нужно разбираться, в любом случае. Далее... Далее вы пишите следующее. Значит, здравое мое я, говорит, что у меня есть у всех есть хороший имущество, здоровый ребенок и безбедное существование. Ну, знаете, это скорее семейный статус, но ни в коем случае не личностный статус. И именно вот по этой причине, по причине того, что это все-таки статус семейный, вас определяющий не до конца, у вас и имеются вот подобные проблемы. То есть, да, ребенок здоровый есть, да, бедное существование есть, да, хороший имущество есть, но все это, скажем так, ну, не является тем, что определяет именно вас. И отсюда, ваше неудовлетворенность. И я полагаю, что дело здесь скроется именно в том, что вы в декрете находитесь. То есть, очень часто бывает так, что декрет заставляет женщину думать о себе хуже, заставляет женщину чувствовать себя там ненужной и так далее. Именно потому, что она, женщина я имею ввиду, ну, не чувствует себя реализующей. Я хотел здесь вспомнить немножечко о том, как мы себя чувствовали и что делали до декрета и до, может быть, замужества. На мой взгляд, это очень тоже такой важный момент, о котором нужно с вами поговорить, потому что было что-то тогда, что-то изменилось, сейчас стало немножко по-другому, вот что стало по-другому, нужно разбирать, что поменялось. Или ваше желание делиться и рассказывать о своей жизни было всегда-всегда. Далее, я это к чему? Мне хочется быть признанным, то есть, что-то делать очень хорошо. На самом деле, признание и делать что-то хорошо – это две совершенно разные вещи. И парадокс заключается в том, что если вы делаете что-то хорошо, то вы будете признаны, но признаны только на определенном этапе общества, и ваше признание может исчезнуть. Ну, просто потому, что общество меняет свои взгляды, и просто потому, что общество может по-другому на себя смотреть на то, что вы делаете. Чтобы делать что-то хорошо, нужно в первую очередь, чтобы вам это нравилось самой. Не ради признания, а самой. Представляете, что бы было, если люди, которые, например, хотят, допустим, петь, делали бы это исключительно только ради того, чтобы быть признанным. То есть, вот я хочу быть признанным, и я поэтому пою. Ну, понимаете, что это происходит? Происходит просто полный ужас, и все, можно сказать, безголовшие певцы и певицы, которые есть в мире – это все люди именно такого плана. И признаны, ну, да, но вот сколько времени это продлится, и как у них будет дальнейшая жизнь, складывается большой вопрос, и я хотел бы, чтобы вы тоже об этом не забывали. То есть, момент здесь заключается именно в том, что признание – это как бы следствие того, что вы делаете для себя, это следствие того, что вы делаете именно потому, что вы хотите. Не потому, что хочет тот другой, а именно потому, что хотите этого вы. И если вы ориентируетесь не на это, а на признание, тогда получается, что признание, опять же, должно выполнять какую-то, ну, какую-то, может быть, функцию именно для вас. То есть, вам признание нужно для того, чтобы что? Чтобы лучше себя чувствовать. А почему без признания вы, например, себя, ну, не чувствуете лучше? Вам именно нужно что-то, чтобы чувствовать себя лучше? Вот в этом и есть ваша проблема. Человеку не нужно что-то, чтобы чувствовать себя лучше. Если он самодостаточный, если он знает, что он хочет, если он занимается чем-то, что ему нравится. Ну, вот, например, я, да и любой эксперт на нашем ресурсе, мы психологи. И мы занимаемся психологией не потому, что нам нужно признание, а просто потому, что это нам нравится в первую очередь. Нам нравится то, что мы делаем. А признание, оценка, это уже дело второе. Хотя и, безусловно, важно. Но это дело второе. Это не первично. А у вас первично именно признание. И признание первично у вас потому, что оно вам для чего-то нужно. Вот я хотел бы, чтобы вы прям постарались подумать, для чего оно вам нужно. Это самое признание, кстати. Об этом вы вроде бы не писали. Но могу ошибаться, сейчас посмотрим. Так, но как только я решаю чем-то заняться, надолго мне не хватает, потому что я не вижу результата. А какой результат вам вообще договоряем будет? Это во-первых. Во-вторых, понимаете ли вы, что когда я начинаю что-то делать, Важно получать удовольствие от самого процесса. Не от... Не результат важен, а именно процесс. Чтобы у вас были хорошие результаты, Нужно, чтобы вам нравился сам процесс того, что вы делаете. Именно процесс. Результат, еще раз повторю, Он может быть отрицательным, Он может быть положительным, Его может не быть. Все это неважно. Результат зависит от многих факторов, В том числе и от тех, Которые от вас вообще не зависят. Это нужно понимать. Тогда как процесс, Процесс, Это именно то же, Это именно то, Что вы делаете сами. Это именно то, От чего, Вот процесс это то, Что зависит полностью от вас. Результат, оценка, Все это зависит от других. И это может быть субъективным. А вот процесс всегда зависит только от вас. И все, что вы сможете, это, Во-первых, получать удовольствие от процесса, Во-вторых, Делать от нас все возможное. Вообще все возможное. Далее. Значит. Хотя я понимаю, что хороший результат, Работа не бывает семинутным, И нужно много упорно работать. Опять же нет. Много упорно работать, Получить, как, Знаете, Некое, Рабство, Что ли. Это, Неправильная позиция, Опять же. Понимаете, Результат может быть разным, Может быть быстрым, Может быть долгим, Может быть незаметным, Может быть там, Неоднозначным, И так далее. Дело не в этом, Дело немножечко все-таки в другом. Дело в том, Что если вы не получаете удовольствие от работы, Если вы не получаете удовольствие от деятельности, Своей от процесса, Как я уже сказал, То и результат, Вы будете всегда зависимы от результата. А это не есть хорошо. Это как раз таки не есть то, Что вам поможет как-то. Понимаете? Поэтому, Не ориентируйтесь на результат, Ориентируйтесь на то, Что вам доставляет именно сам процесс. Вот именно процесс, Чтобы вам нравился процесс. Тогда, я думаю, У вас все будет на вас постепенно. Далее, Значит, Надолго вас не хватает, Когда вы начинаете заниматься. Потому что у вас нет мотивации. Кроме мотивации и результата, У вас больше никакой мотивации и заниматься нет. Вот. Но, оказывается, В этом проблема. Потому что, Каждый раз, Когда человек занимается чем-то, Только ради результата, Он найдется результат, А если ориентируется делу полностью, Не отдается им, В результате этого самого результата нет. То есть, Еще раз, Получается, Такой замкнутый круг, Своего рода, И в этом случае, Чтобы этот круг разорвать, Нужно по большому счету, Еще раз повторю, Аристируется исключительно только на процесс. Именно процесс является тем, Что важнее всего для вас. Далее, Значит, Так, Вы пишите, Что много упал на работе, Что всем допустим, И вот так, Вот много-много раз, Решаю всем-то заняться, Но страдаю страничку, Илюсь, Результаты не вижу. Давайте, Давайте так, Результаты что-то делал, Пишите вы, Что вы делаете, Почему вы делаете, Для чего вы делаете, Что вы хотите этим получить, Для себя. Это первое. Второе, Как говорится, Задаю страничку, Зачем? Вам почему недостаточно того, Что вы занимаетесь тем процессом, Который вам нравится? Вам зачем создавать страничку? Вам зачем делиться с кем-то? Вы знаете, Что люди могут просто элементарно Не оценить того, Что вы делаете, Даже если вам это нравится. Опять же, Как пример, Многие считают, Что психолога, Это вообще не наука, Это вообще, Что-то странное, Что-то странное, И непонятное. И что, Если бы мы ориентировались, На мнение этих людей, То никто бы не, Не занимался бы, Психологией, Психологией, Поэтому, Поэтому, Давайте, Вот все-таки, Еще раз, Здесь, Пройдемся, Вы, Для чего, Занимаетесь, Чем-то? Почему, У вас идет, Неразрывно, И деятельность, И хроничка? Вы можете выкладывать, Это ваше право, Но это не главное, Это не то, Что вообще нужно, Это не то, Что определяет вас, Определяет вас, Именно процесс, Если процесс вам не нравится, Для самого процесса, Удовольствие, Сами по себе не получаете, То нельзя говорить, Не о, Какой успешности вообще, Даже если вас, Признают, Даже если вас примут, Все равно, Результат, Будет очень, Очень, Не стабильный, Результат будет, Очень, Очень, Такой, На этих, Непостоянный, И у вас будет, Опять же, Опять же, Фрустрация, Та самая, Которую вы, Сейчас, Вот, Испытываете, Поэтому здесь, Я полагаю, Что вам нужно менять, Всю свою, Деятельность, Ориентацию, Ориентацию, Далее, Значит, Так, Ну, Значит, Результаты не видео, А какого вы, Результаты хотите, Все удаляю, Будет ничего не было, Зачем, Почему вы удаляете, Это память, В любом случае, Это все, Вы что-то сделали, Опыт, И так далее, Грущево, Это жалость к себе, Подскажите, Как перестать, Сказать, По волнам настроения, И заняться, Уже чем-то конкретным, Кларировать, Силу и душу, Я вам это сказал, Процесс, Про главный, Нужно получать удовольствие от процесса, Который, Восходит своими корнями, К, 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 В свою очередь, Довисит от идей, Которые вы берете, Из ценности, Именно так, Люди приходят, Например, Психологию, Гуманизм, Желание помочь людям, Психология, И вот, Так, Мы должны, Так, Выстраивать, Это, Ну и на и вам, То есть, Исходя из своих ценностей, А не ориентируясь, На признание, И на результат, Этого самого, Признатного, Далее, Значит, Как научиться противостоять плохому настроению, Отсутству результатов, И чувствуя никчемности собственного чувствования? Ну, во-первых, Противостоять никому не надо, Если у вас плохое настроение, То оно имеет определенные корни, Оно имеет определенные причины, Если вы чувствуете свою никчемность, То это, опять же, Непринятие себя, Чувство вины, За что-то, И внутреннее противоречие, Связанное с конфликтом ваших установок, И установок, Например, Ваших родителей, Или просто привитых вам установок, И отсюда вы чувствуете свою никчемность, Потому что, На самом деле, Довольно многие, Довольно многие, Например, Мамы, Женщины, Женщины живут так, Как вы, И не чувствуют себя, Никчем, Но хотя бы потому, Что они воспитывают ребенка, И это, На самом деле, Казахстальный труд, Как и является подвигом, То, Что вы, Вообще, Стали матерью, Становление матерью, Это тоже подвиг, И вот это вот вам нужно понять, Что то, Что вы делаете, Это очень важно, То, Что вы делаете, Это прекрасно, Вы подарили нового члена общества, Нашему, Ну, Нашему, Нашей стране, Или стране, В которой вы живете, И так далее, Это и делает вас замечательным, И вы обесцениваете себя, Еще раз поговорю, Потому, Что у вас недостаточно, У вас не хватает, Гребкости, Прочности ваших установок, Установок, Которые есть именно у вас, Те, Которые, Которые вы считаете для себя правильными, Если же просто-напросто выбрать одну группу установок, Установок и следующие, А вот постоянно как будет борьба, Значит, отсутствовали результаты, Ну, про результаты я сказал, Складывается такое чувство, Что на самом деле, Я знаю ответы на свои вопросы, Но мне просто хочется выговориться кому-то, Потому, что друзей у меня нет, Почему? У вас нет друзей, Что, Как вам наладить в социальных связи, Какие препятствия стоят на, На, вот, Пути, Образование социальных и друзейских связей, Об этом тоже с вами нужно поговорить, Спасибо за поздравления, Вас, А где с наступлением, С наступлением весны, С началом весны, Надеюсь, помог вам, Если какие-то вопросы остались, Пишите в личку, Я вам помогу, Если понравился мой ответ, Буду благодарен, Если сделаете его лучшим, Желаю вам всего самого доброго, И удачи!